Всем привет! Вы на канале Тыковка ТВ! И сегодня я буду делать распаковку вот такого дракона Гриммеля! Да, ребята, вы надо будет спрашивать, что опять дракон? Да, мне очень повезло, что мои родители очень добрые, и они мне как бы обещали купить Гриммеля, но так как у нас, так скажем, в магазинах мы облазили все магазины, мы их просто не нашли, ну, так скажем, мы еще месяц назад это пытались сделать, но мы их просто не находили, и мне подарили, поэтому именно сейчас вот находим такие игрушки. Как говорится, немножко запоздало, но ничего страшного, главное, что у меня они есть. Так, ребята, давайте уже начнем обзор и распаковку вот такого крутизного набора! Я это тоже так долго ждала, это прям тот же момент, как и с Дневной Фуд, просто вау! Я, я, мне просто, когда я пошла на Капальче Дракона 3, то мне вот прямо с самого начала вот очень понравился дракон Смертохват или Смертолап. Ребята, говорите как угодно, но мне больше всего нравится вариант Смертохвата, я буду говорить Смертохват, но просто знать, что Смертохват это тот же самый Смертолап, как бы ничем не отличается, просто название много другое. Так, вот такой прикольный дракон, дракон, и, конечно же, его хозяин Гриммель. Я думала, вы его все знаете. Как бы, нет таких, как бы, людей... Не, ну, если вы не смотрели, то вы его не знаете, а так его все знают. Хорошо, ребята, давайте начнем распаковочку. Так, начнем с лицевой стороны коробки. Здесь у нас написано DreamWorks, студия DreamWorks, которая сделала шикарную трилогию Капальчика Дракона. Все части. Потом написано How to join your dragon, The Hidden World, фирма игрушек, Spin Master. Сейчас, Spin Master, Spin Master. Так, здесь она нарисована мордочкой моего миленького Биззубика, моего любимого дракончика. Но он не самый любимый, но тоже мой любимый дракон. Так, конечно же, тут наши персонажи, наш Гриммель. Его оружие, это арбалет. И еще здесь есть такая пулька от Смертохвата. Ну, я думаю, ребята, вы поняли, что тут находится. Так, ну, конечно же, тут находится сам наш любимый дракон. Мой любимый дракончик, мне он очень нравится. Смертохват, ну, или Смертолаб. Так, здесь написано по-английски Grimmel. И еще Смертохват, ну, или Смертолаб. Это знак дракона Розящих. Такой вот знак. Безумик и Единой Фурии. Так, ну, здесь написано, что это детям с 4 лет, или от 4 лет. Так, ну, я говорила про морщик Безумика. И тут еще выпуклом написано, что Fires Dragon Blasts. И это, наверное, переводится так, что дракон может стрелять вот этой пулькой. Да, конечно, я как-то странно перевела. Ну, я думаю, вы меня поняли. Так, на этой стороне у нас изображен Безумик, на котором Икинг. И Икинг показывает, как я поняла, по направлению скрытого мира. Такой шикарный картинка. Изображение такое шикарное. Изображение. Наш Безумик и Икинг. Я знаю, вы уже видели этих персонажей на моем канале. Так, с обратной стороны коробки у нас изображен сам Гриммель со своим арбалетом. И, конечно же, наш Смертоохват с его пулькой. Вот так они, так скажем, героически стоят. Два злодея. Конечно же, Гриммель и Смертоохват. Прикольно, прикольно, конечно. Очень прикольный наборчик. Фон скрытого мира. Ну, тут тоже всякие предупреждения. Тут тоже, тоже. Ну, я думаю, вы поняли. И вот тут у нас написано, что броня из чешуи дракона. Ну, тут у меня встает вопрос. Ребята, ладно еще Астрид. Ладно еще Икинг. Но, блин, где на Гриммеле-то чешуя дракона? Во-во-во, где-где? Где? Ее тут просто-напросто нету. Вот это меня как-то уже стревожило. Ну, ладно. На это не обращай внимания. Итак, здесь тоже знак разящих, безубикадивной фурии. Так. С этой стороны у нас знак... Знак... Знак разящих. Но мне как-то такое сомнение, что как бы... Смертоохват не относится к разящим. Ну, я точно не знаю. Надо будет узнать. Ну, и тут тоже написано. Гриммел... Гриммел... Энт... Дэдгриппер... Или Дэдгриппер... Я точно перевод не знаю. Поэтому можете меня не поправлять. Потому что я знаю, что я, наверное, неправильно прочитала. Ну, ничего страшного. Так. Я вам уже показывала. Тут все-все-все-все. И здесь тоже фон... Ой. Крылышко большое. Скрытого мира. А что ж, ребяточки, давайте уже будем распаковывать уже самого дракона и его хозяина. У меня к этому случаю даже такие ножницы. Это как с Грангильда и Капуччи дракон. Я их нашла. Можно ими распаковывать. Так. Давайте нашего Смертоохвата распакуем. Момент истины. Раз, два, три. Ребята, поставьте лайк. Давайте, быстро поставьте лайк. И... Все! Вау, круто! Господи, это шикарный момент. О, все. Он на Скорпиона, кстати, похож. Ой, тихо. Спокойно, спокойно. Вау. Вау, вау, вау. Что я сделала с его лапами? Вау. Какой прикольный дракон. Это вау. Это вау. Это вау. Это вообще, это вау. Вау, у него еще такое, как жало, как у пчел. Так. Давайте его рассмотрим со всех сторон. Покрутим, поверьте ему. Как говорится, изучим. Так. Наш смертохват весь черно-красного цвета, даже его хвост. Его мордочка такого красненького и наполненно черного цвета. У него черная борщика с красными узорчиками. Мне кажется, вот этот узор очень похож на привернутое сердце. Вот тут. Мне кажется, оно на сердечко более похоже. Вот. Здесь у него глаза тоже в таком, как рисунке. Глаза у него желтенькие. Он сам черненький. И пузико у него, и вот так вот часть хвоста, 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 до конца хвоста идет красненькое. Это как у кошечек у них, только беленькое. Красненькое, конечно, у кошечек. Так, значит, еще у него такие шикарного цвета, такие, я бы сказала, телесного цвета, большие длинные клыки, которыми он может драконов ить, и все. Ядовитые, кстати, тоже. Зубки у него так, остальные обычные, я бы сказала. Еще там два пилетних, как у зайцев такие, и торчат, кивать. Не, ну вот эти, они устрашающие. Так, теперь давайте посмотрим его спинку. Спинка у него с такими как шипчиками, и это идет до хвоста, там, к хвосту потом, отдельно. Тоже черного цвета его спинка. Крышки у него черно-красного цвета, так как сначала у него идет черный с таким вот, как, я бы сказала, как бы это сказать, таким шипом, я бы такая сказала. Тоже такой шипчик, такого черного, а тут снизу красненькое. Тут тоже черный и красненький. И такие тоже, как шипчики на крыльях, вот тоже проводишь, чувствуется. У него, кстати, крылья, механизм крыльев, что-то такое, знаете, мне что-то боязно ему так делать. Мне кажется, он подозрительно как-то крышками махает. Ну ладно, я сейчас еще все проверю, конечно же. Так, давайте перейдем к хвосту. Хвост у него тоже двухцветный, это черный и красный. Еще у него на конце хвоста есть такой жало, которым он может вот так вот у кого-то дракона. И, как я помню, по мультику он может так подчинять дракона своим ядам, которые находятся у него в хвосте. Здесь у него штуки как четыре... Мне это почему-то напоминает почки на этих... на цветочках. Я не знаю почему, хотя это, наверное, тоже что-то гжало тостится. Такие вот штучки. У него там скапывается, как я поняла, яд, и он как скорпион вонзает дракона и подчиняет его. Так, давайте перейдем уже к его... Самое интересное, как мне кажется, части, это, не знаю почему, лапам передним. Потому что его передняя лапа очень срана выглядит. Тут как такой один ноготь, вот такая штучка торчит. И сама лапа, то есть это подозрительно, он как-то передвигается. Но все равно прикольно. Они у него черного цвета полностью и очень прикольные, такие устрашающие. А эти лапы у него обычные, тоже с двумя такими ноготками. И тоже черного цвета. Вот так вот выглядит наш прекрасный дракон. Давайте теперь перейдем к самому злодею. Так, ребята, давайте попытаемся его как-то открыть. Ой, ну как, скажем, что у меня получается. Сейчас я попытаюсь за кадром. Так, аккуратненько у меня за кадром получилось это сделать. Вот он, уже почти с насвободен. Так, и давайте его аккуратно достанем. Так вот, он очень аккуратно достается. Вот он наш Кремль. Опа! Вообще красавец. Ну, я имею в виду, как из всех злодеев. Красивый. Ну, как, скажем так красивый, но такой средний, средний. Понимаете, что такое, я говорю, понимаете, не знаю. Так, давайте его рассмотрим с всех сторон. У него такие, как уже седые волосы, то, что он не молод. Вот, бледного цвета кожа. Такой черный, как на плечнике с шипчиками. Капюшон, который он надевает. Это кофта, которая как с капюшоном идет. Она у него идет под вот этим... Это не платье. Я забыла, как это называется. Я хотела сказать халат, но это не халат. Ну, под такое, как, как бы сказать, как пальто. Я скажу так, пальто, что это типа пальто. Вот у него тут все расцарапано. Это, скорее всего, специально так сделано, наверное. Здесь у него как будто бы такая вот сумочка. Сумочка такая сделана. Тут у него такой ремень. Тут тоже ремень. Все такое в стиле. А тут у него, как я поняла, какая-то штука. Что-то типа мне это напоминает, как веревки с якорем. Ну, что-то такое. Короче, это принадлежности для охоты на драконов. Я скажу так. На руках у него такие, как защита. Это такая тоже с шипами. Все такое железное, с шипами. Вот у него такая, как мантия, скорее всего. Это я не знаю, что такое. И тут у него как брюки такие. Вот у него ноги двигаются. Не очень двигаются. Ну, он вроде может как-то сесть. Я точно знаю. Ну, как тут он очень плохо вот механизирован. Механизирован? Что? Ну, ладно. Сейчас попробуем все с ним сделать. Голова у него точно крутится. Не сильно, но крутится. Руки крутятся. Сейчас достанем его арбалет и снаряд для нашего дракоши. Так, ребята. За кадром я это все достала. Я вам скажу, что вот детали, вот всякий вот арбалет гримеля и стрела для нашего дракоши, вот они легче всего доставались. То есть, у меня была гримельная. И, наверное, фури, вот там у них были детали для икинга, для астры, для гримеля. Вот они тяжелее, вот правда тяжелее именно вот они доставались. Вот это легко так досталось. Так, вот наша пулька для нашего дракоши. Мы его оставим на потом. Так, давайте рассмотрим арбалет. Арбалет выполнен в таком, как деревянном цвете и в железном, таком металлическом. И здесь, если приглядеться, то видно, как такой снаряд с ядом дракона, который может усыпить драконов. Как из драконов драконов, да. Повторяю слова. Так, попробуем ему это каким-то образом вставить. Причем, каким-то образом. Тут самое главное слово надо увидеть, что каким-то образом оно вставляется. Точно, знаю, минуточку. Это оказалось очень легко, вот так вот это вставляется. Потому что я поняла, что, оказывается, у него тут даже специально прямо для рук вот прям все сделано, чтобы стрелять. Конечно, это в странном положении. Но я думаю, можно и перевернуть. Ну, вот так он как бы стреляет, типа пыщ, пыщ. Ну, я думаю, вы меня поняли. Вот так вот он в руке это держит. Может стрелять в дракона. Так, типа пистью. Ну, типа стрелять. На самом деле тут все нальцовно, но все равно очень даже прикольно. Детализировано. Так, давайте посмотрим, как стреляет наш дракоша. Вставим. И я думаю, за лапку надо потянуть. Ну, за лапку не тянется. Но... Эй, подожди, дракоша. Мне кажется, надо так сделать. Я угадала. Это было несложно угадать. Это было несложно. Сейчас я вам покажу. Давайте я стрельну в него. Вот тебе. За все. Ну, я думаю, вы увидели. Так. Вот так вот у него выглядит снаряд между его клыков. Это очень прям вот выглядит. Прям... Ух. Давайте еще раз стрельнем. Мне это так понравилось. Вот люблю, когда на голове механизм. Мне это кажется намного удобнее, чем когда механизм непонятно. Где вот особенно, как у Грунгильды, там лапы надо. Прям... Я это не очень люблю. Так. Ну, давайте посмотрим нашу парочку еще раз. Так, ребята, аккуратно. Очень аккуратно, ребята. Я смогла вот их пошевелить. Ну, они только так, к сожалению, у нас могут. Ну, ничего страшного. Мне так вот даже больше нравится. Как бы... Вот. Вот такая прикольная парочка у нас. Кстати, ребята, я только что сейчас обнаружила, что он может раздвигать ноги. Но не очень сильно, но может. Так, но все равно. Ну, прикольный очень набор. Мне он очень понравился. Поэтому, ребята, если вам понравился этот набор, то... Надо поставить лайк, подписаться на мой канал. И посмотрите мои другие видео. Обязательно нажмите на колокольчик. И ждите новые видео. Всем пока! Пока! Пока!